Четыре соревновательных дня, две ледовые площадки, восемь комплектов наград, 145 спортсменов из 34 стран Старого Света, десятки личных рекордов и аншлаги на Минск-арене. Накануне Беларусь попрощалась с чемпионатом Европы по фигурному катанию, попрощалась ярко и красиво, эмоционально и душевно. В закрытии форума принял участие и глава государства Александр Лукашенко. Наша страна подобный старт принимала впервые в истории и с дебютом справилась на отлично. На соревнования было продано 105 тысяч билетов. Трансляции из белорусского льда увидели в 20 странах мира, в том числе в далеких Бразилии, Японии, США и Китая. Освещали события почти полтысячи журналистов, трибуны, заполненные болельщиками, пестрели от флагов. Не это ли лучшая презентация страны? Восторженные и искренние отзывы о прошедшем форуме и его атмосфере сегодня звучат из соцсетей по всему миру. Ведь, несмотря на то, что турнир закончился, воспоминания о нем еще долго будут храниться в памяти каждого, кто прикоснулся к искусству танца на льду. Но чемпионат Европы – это не только яркая история. Это шаг на пути к новой цели – чемпионату мира. Закрытие чемпионата Европы получилось особенно душевным. Показательные выступления, которые не предусматривают ответственность за результат, нашли отклик у благодарной минской публики. Фигуристов многократно искупали в овациях. Кажется, спортсмены даже не ожидали такого эмоционального накала от соревнований, в которых выступают не в первый раз. Теперь и они знают – Беларусь в плане организации – это знак качества. Представители 34 стран непременно ретранслируют свои эмоции по всей Европе и миру. Чемпионат Европы организован шикарно. Вообще, публика шикарная. Все шикарно. Спасибо вам огромное за безумные эмоции. Это огромный заряд, чтобы работать и радовать. Мне безумно понравился Минск. Здесь люди так уважительно относятся друг к другу, ко всем нам, фигуристам. Беларусы очень приветливы. И я очень хочу вернуться сюда еще раз. Это было фантастически круто. Публика принимала, как своих родных. Впрочем, это, можно сказать, и родные. Зал так поддерживал, даже практически ликовал, когда услышал эту музыку. Хочется все-таки сказать большое спасибо Тамаре Николаевне Москвиной, потому что именно она предложила эту музыку. Сегодня нам удалось чисто его исполнить со сложными элементами, чтобы он смотрелся полноценным номером, который посвящается именно Беларуси. Огромное спасибо за прием и поддержку. Слова благодарности и восторга от каждого фигуриста в адрес каждого зрителя. Многие признаются выступать при абсолютно заполненных трибунах. Им приходилось впервые. Если честно, это кайф выступать, когда ты чувствуешь отдачу и знаешь, для кого катаешь. Было очень большое количество флагов, хороших слов, которые кричали с трибун. И да, это очень радует, что людям нравится, что люди приходят, смотрят, болеют. Спасибо всем за поддержку. Спасибо. Спасибо. В такихах Япония или Чили. Всю жизнь мечтала сходить на фигурное катание, посмотреть вживую. Это кадр из проекта с озвученным названием «Фигурка», который на протяжении всего чемпионата выходил в эфире телеканала «Беларусь 5» и на канале YouTube. С интересом о закулисной жизни континентального форума наблюдали более 20 тысяч человек. И это только в интернете. На YouTube-канале агентства теленовостей видео на тему чемпионата Европы посмотрело более 130 тысяч зрителей. Не будем забывать о прямых трансляциях со льда Минска-арены. «Беларусь 5» континентальный форум показала в полном объеме. Чемпионат Европы в Минске вошел в топ-5 популярных поисковых запросов на Google Trends. Цифры говорят сами за себя. Всю прошлую неделю страна жила фигурным катанием. Эта неделя была просто нереальной. Настолько захватывающе было окунуться в атмосферу всего, что происходило на чемпионате. Впечатления и эмоции до сих пор не отпускают, да и не отпустят долгое время. Очень надеемся на то, что именно Минску посчастливится провести и чемпионат мира по фигурному катанию. Одно из лучших соревнований по фигурному катанию, на котором я был. Представляете, Минск-арена была полностью заполнена 15 тысячами людей каждый день. Это было очень красиво, захватывающе и интересно. Юная фигуристка посмотрела на чемпионов. Надеюсь, взяла примеры вдохновения. Мама вживую видела тех, за кого болела весь период чемпионата. А я прекрасно и душевно посозерцала за происходящим. Чемпионат Европы объединил болельщиков не только нашего континента. Трансляции с белорусского льда увидели в 20 странах мира. В том числе в далеких Бразилии и Японии, США и Китая. Освещали континентальный турнир более 400 представителей СМИ. Беларусь увидел весь мир. И эта картина никого не оставила равнодушным. Прекрасная атмосфера, которая здесь. Какие люди. Беларусь. Прекрасная вообще страна. Просто чудесно. Я призываю приезжать сюда и поддерживать любые мероприятия, которые будут происходить здесь. Я приехала из Мурманска. Я очень люблю этот вид спорта. Впечатления великолепные. От Минска. Ну, я вообще давно люблю Минск. Как здорово. Мы такие счастливые, что попали туда. Все понравилось. Классная организация. Классный опыт для страны, для города. Ждем чемпионат мира в гости. Традиционная гала представления. Здесь уже не боролись за баллы и благосклонность судей. Здесь полностью отдавались танцу. Приглашая зрителей погрузиться в номер. И прочувствовать его так, как чувствуют себя фигуристы. Влюбили в себя с первого аккорда итальянцы. Боксерский поединок в ритме танца зажег Минск-арену. Белорусская публика была превосходной во время шоу и во время всего чемпионата. Вы знаете, когда мы катаемся на льду, мы словно играем в какую-то игру. И сегодня, во время нашего показательного выступления, зрители тоже включились в эту игру вместе с нами. Для нас это самый лучший результат. Субтитры создавал DimaTorzok Последние аккорды музыки. Семикратный чемпион Европы. Свой последний титул он выиграл здесь, в Уминске. Хавьер Фернандес прощается с фигурным катанием. Его танец венчает показательное выступление. Хавьер Фернандес. Сразу после финального номера на лед выходит президент Беларуси Александр Лукашенко. Благодарит каждого спортсмена за подаренный океан эмоций. Судя из-за их нелегкий и кропотливый труд в этом субъективном виде спорта. Тренеров, без работы которых не было бы всей этой красоты на льду. К слову, фигуристам глава государства вручил и сладкие подарки. Белорусский шоколад, в котором нет сахара. Я знаю, что спортсменам сахар нельзя, поэтому я им дарю эксклюзив без сахара. Можно есть сколько угодно. Минский чемпионат Европы в эти дни затмил и Australian Open, и этап Кубка мира по биатлону, подчеркивает президент в своем выступлении. Не без улыбки отмечая, как же нам будет не хватать в Минске этих потрясающих фигуристов. Та атмосфера, которая была на Минск-арене, то больное состояние в хорошем смысле нашего белорусского общества в эту неделю. Мы заслужили, и обращаясь к организаторам, мы доказали, что мы можем принять чемпионат мира здесь. Я хочу поблагодарить от всей души, от всего белорусского народа, от наших гостей, которые прибыли в столицу, в город-герой Минск, поблагодарить Международную федерацию конькобежного спорта, председателя этой федерации, за то, что они не побоялись и доверили нам впервые в истории суверенной независимой Беларуси провести этот чемпионат Европы. Я слышу оценки, они положительные. Это еще раз подтверждает, что мы способны на большее. И если вы решите приехать сюда с большим, я вам обещаю, что вы не пожалеете. Такие моменты остаются в памяти навсегда. А некоторые уйдут со льда даже с уникальным селфи. Россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицына, объединившись с белорусами Анной Кубликовой и Юрием Гулицким, не упустили возможность сделать фото с Александром Лукашенко. Такой теплый прием. Этот чемпионат Европы запомнится всем без исключения. Спасибо за это нашим братьям. Ну, Лукашенко, по-моему, всем президентам президент. Просто снимаю шляпу. Очень классная фотка. Историческое фото. Очень милое фото. Такое жизнерадостное, что ли. Алина Загитова, олимпийская чемпионка Пхенчхана. В Минске она выиграла только серебро, уступив своей же коллеге по сборной Софье Самодуровой. Ни до старта чемпионата, ни во время, ни после Алина не дала ни одного интервью журналистам. Свои эмоции она рассказала после, когда страсти улеглись. И слова эти были сказаны от самого сердца. Мои первые и дорогие мне медали в 2019-м. На чемпионате Европы. Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам. Этере Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову. За то, что вы всегда со мной. Отдельное спасибо моим фанатам. За плюшевый флешмоб на льду. Вы лучшие. Тут же Алина призналась. Все игрушки, которые она получила от благодарных зрителей, она подарила детишкам из детского дома. Татьяна Анатольевна Тарасова. Весь чемпионат она работала для зрителя. Говоря Минску «до свидания», легенда мирового фигурного катания. Обязательно добавила. До новых встреч. Вот и все. Чемпионат Европы пролетел, как один миг. Танцоры поставили красивую точку. Невероятные Габи и Гийом, обаятельные Шарлины Марка, стильные Саша и Ваня. Поздравляю вас. Спасибо, Минск. До новых встреч. Белорусские фигуристы не выиграли медали турнира. На пьедестал пока мы не рассчитываем. Но сегодня победу одержало все белорусское фигурное катание. Объединив вокруг маленькой Беларуси не только Европу, а весь мир. И это порой стоит дороже любого золота. Елена Горельчик, Николай Лошкевич, агентство Теленовостей.